я не понимаю что происходит так же где-то был когда здесь был взрыв 30 июля 1908 года вечерочка ничего себе уже не признал джеймс ну неплохо похож на британца ну тогда все правильно я на самом деле знаю родился я в америке откуда моите понятно просто это так и так же ходит в это в котелках вот это в англии лондаре таких много здесь ты не так уж не такие люди а тут тогда не идет ну неплохо да слушай все никита магнитные бури даты коней ладно да бывает такое что кони отвязываются то есть мы сегодня пешим ходом лучше я почему ты с конем просто в городе надлога не оставляешь полиция не забрала они уже ходят понял да это мой как раз да хорошо спойду это вкусу его поставлю здравствуйте а ну понятненько воде здорово кажется проблема с ушами из этого дождя да я тебя слышу коди здорово здорово джеймс еще раз я поднесла и офицер видимо да это все ветер и дождь это видимо мигрень видимо может быть кстати может быть загадочник и решил позеваться так над всеми каким образом не знаю может быть еще было стекло разбилось только что вот стекло разбилось док а слушай я тоже вот у меня как будто вокруг вот люди ходят да вот улица а я как будто шум улица вот он как бы далеко где-то да а туда будто вот точно это уши скажи коди пусть пойдет стакан воды выпьет воде исходи по его попей воды попей я только не знаю почему ты джеймс не могу слышать не знаю это понимаю тебя тоже ну то есть что-то тут творится нету я весь винс то я не то меня есть револьвер зачем мне еще один хороший какой а сколько стоит за 25 25 нет у меня 40 центов я думаю нет хоть и коней всех все таки все практически все таки спрятали да вот только чей вот это кунь вот этот ну и слава богу но в любой момент все может поменяться вечер добрый наверное я так полагаю нам нужно вот только друга далеко от не до возможно вы вы возвращаете да будет да это звал да да наконец пока так может теперь мы расставим точки над и как так получилось будем ставить возле этого цветка и охранять его мне кажется это все таки загадочник и опять что-то сделать городом нет я про два одинаковых списка что за списки и списке надо это я а так это дело банка понял понял а рис привет рис привет мисс похоже что мы сегодня как-то заторгнемся с этим а кто говорит джеймс говорит джеймс говорит господа что здесь за столпотворение мы пытаемся общаться общаемся но главное что у вас есть такая возможность согласен некоторых нет сожалению может поднимемся на второй этаж салона я думаю не все дойдут главное это не разделяется если в туалет захочется придется прям вот в этот цветок у нас два цветка живем вот этот доктор я доктор да доктор я платный доктор вольвер нужен мне есть нормальный нормальный мне кажется от головной бури у меня а кто слышит джеймса его слышит что он говорит я же не отходил никуда цветка я тоже святой цветок стоим за небом может быть мы все в кошмаре у коди это сон коди точно не хотелось бы в нем оказаться потому что мы он у него там все умирают вот это вот его жидно было бы и чем ходе на а где коди задаются каждый день и почему-то полагать и выискать все на буду коди вот он это коди и сюда мы почему такие вещи вы творяешь какие вот такие вот в которых мы сейчас находимся в каких мы сейчас как это объясняется коди что что я сделал сегодня он сам виноват я вот из-за тебя сухой коди все из-за тебя не должен был понимаешь коди поймешь вот именно капитан не смешно плакать хочется мистер лан браун тебе нужен самовзводный револьвер давайте я с вами скажем это за гравировкой нет у него столько денег на горе он говорит 25 стоит 23 баксов да да нет нет спасибо я говорит спасибо нет слушай если если тебя его не возьмут я на единственный два спирт баксов я бы взял вот но это так новость а если никто не купит все договорились и надо теперь наши деньги пойду на стройку наверное господа дамы о прекрасно агентами школы ваш даже офицер теперь офицера банкир да на месте тогда все я тоже подожду тогда мне просто пара вопросов как получилось и если мы все давайте определимся кто и кто зачем если кого-то надо поговорить то это скорее всего надолго кому надо обналичить чеки да мне обналичить чеки поговорить вот давайте тогда первые кто обналичивают чеки а потом те кто поговорить договорились а что коди все в порядке то точно а то вы просто так все начали говорить я даже шутим шутим ладно да наш с вами пачки сигарет не хватит а сколько такой лишь пачек день одно нормально но иногда половинку но штучек 10 на то сколько я умею считать столько ей насчитал проходите проходить а по одному господа офицера давайте а вы а потом я а давайте все сколько время почти 5 часов вечера понял почти 6 это откуда у тебя такие часы то подарили о дорогой подарок так следующий пуске это же кто так расщадрился мистер гальяна ого ты теперь у него работаешь что-то вроде того и кем не могу сказать золотые часы в подарке работаешь у мистера гальяна нет я не его сын не-не-не-не-не хотя хотя если он был в молодости рыжий это все очередь в банк да здравствуйте мистер гальяна мне чеков наличить удержите мистер портер выписал чек видимо большое состояние у него это не его день а а да точно держите спасибо свидания всего хорошего следующий джентльмены вы все обналичили чеки нет у меня еще идите потому что я по работе 23 баксов работа утром мистер гальяна как работает ну нормально благодарю вас и вы не забывайте похлёбку здесь пою и есть вкусно да 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 конечно ладно хорошего вам а как вызвать ты извините сэр плохо слышу вас звать-то как вас меня зовут грей мистер грей я винсент барт я зовут меня винсон спасибо очень приятно винсом ну ладно не буду мешать спасибо привет винс озеро в лари где нормально ты не знаешь куда армадилиц пропал он вроде какое-то дело у него было скорее всего слежит кого-то и надолго не знаешь не знаю но он сказал что должен вернуться вроде я поняла то лагерь построили а армадилиц пропал ну надеюсь вернется живым на самом деле рада тебя видеть и слышать это у меня сегодня это проблемы с головой половину людей не слышу не понимаю что происходит с кем разговаривает у всех так у всех так тут я думаю что вообще-то тут к точек который вопросы везде оставляет мне кажется это он что-то с нами сделал ага помимо того что вот этот свет зеленый зажигает через головой на вот его распылил вот мы не может что-то да ну да можно передел кстати будь аккуратен полиция ходит смотрит какие кони привязаны какие нет конфискует их штрафует и так далее сегодня целый день ну да мне сказали я уже поставил конюшню чтобы это привели в порядок только что ты чё нового то чё нового отработаю на гальяна так потихонечку ой как работаются неплохо неплохо можно было конечно лучше неплохо травмоопасно очень вот что там делать надо и поверишь просто просто кататься по запросам и все но дороги такие жуткие прикинь у страубери подъезжали проезжали точнее мимо страубери какая-то куча тушь валялась и ребята можете проверять там был динамит все взорвалось ребята разлетелись в разные стороны тип не пострадали так ваш метках в этих вот в тухлом мясе были кошмар конечно да да сэр ну сейчас дайте мне дайте мне 10 минут я уточню и если не поможем скажем так делом заняться то у меня уехать по другому делу то будем заниматься этим делом 10 минут не дайте я салону подойду у меня просто проблемы были с головой отдыхала вот это не слышала никто да 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 все в порядке настройки да да там котелок есть можешь попробовать посмотреть может быть это там есть еще осталось чё да я знаю понял как у тебя дела работа на кого не на гальяна случайно вильямс вильямс вилсон вильямс понятно ну и ладно я поем пока мисс холл да да о о я вас слышу вы говорите а эти молчат что-то разумеется как вам рагун нормально а что такого вкусные как всегда настройки не хотите нет спасибо а что вы едите обычно эх пойду взрывну так голова вроде не болит что у меня голова не болит а теперь что у меня еще есть деньги то принципе могу помочь если нужно в том-то и дело что у меня с финансами большая проблема кому нужен да я знаю это рагу она учета как-то мисс холл вас проблемы с деньгами не в этом суть мистер гальяна поставил перед фактом что есть два исхода моей нынешней моего нынешнего испытательного срока либо я справляюсь будет быстрее лучше лори и получаю работу либо же я иду на четыре стороны стоять сужать это ничем не закончится хорошим я знаю ничего если подождите вы же вместе работали вроде бы мне говорили мистер гальяна сказал что нужен ему нужен человек который способен договариваться я согласилась на данную работу при этом он попросил мне передать лоре о том что он хочет чтобы я занялась договорами плане того с кем и как где закупки и так далее видимо лори меня не так поняла когда мы стояли у банка нам не сказала что у мистера гальяна освобождается одна должность явно открыто и враждебно намекая на то что она уходит я передал объяву эти слова мистер гальяну ну что он сказал взять у нее чековую книжку и форму или же финансы за одежду которая она на которой которой на нее пошили а сегодня я прихожу к нему мистер гальяна говорит что так и так лори на нет нет не так я узнаю от мистера лан брауна о том что у нас с лори абсолютно одинаковые списки по данному вопросу я подхожу к мистеру гальяну он мне отвечает что списке одинаковое времени у нас до среды и я должна раздобыть ну как нет скорее договориться о поставках того что ему необходимо ставлю перед фактом что тот кто не справиться будут волен и что списках в основном что-то очень простой но трудно то что трудно раздобыть сумка для одежды сумка для трав часы компас котелок для готовки и сумка для мед инструментов мне бы самому приходилось и ну мне кажется может быть к сходить к медику по поводу сумки для одежды к портному выходили уже нет еще не ходила я хочу еще подойти к офицеру из полиции главе их может у него что-то либо из конфискованного либо из того что просто не нужно им ну может быть да ну конечно интересно вас это устраивает вам задание да и при этом у меня нет ни чековой книжки не финансов то чтобы это выкупить сразу что отчасти связывает мне руки но при этом у нас лори имеется чекова книжка работают то что я помогу снегами я думаю джеймс тоже поможет мы не нужно полежать это с лори еду в этом вот мистер гальяна сказал сопровождать лори маленько разделились ну ладно и вы понимаете в каком я неудобном положении я навряд ли найду что-то лучше чем это работа ну тогда вам нужно постараться выполнить быстрее чем лори и постараться выполнить быстрее чем вы я даже не знаю что что делать в этой ситуации но если я был на вашем месте я постарался как можно быстрее все выполнить и бы если бы была месте лори я бы тоже постарался бы как можно быстрее все выполнить ну ладно уж джеймс отойдем в сторонку мисс холл вам если хотите прилечь прилегте отдохните и вперед ну тогда я поздравляю лори с победой может быть да ну тогда здесь у нас все получится да 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 на хорошую дня я его не успела найти если вы можете поговорить за меня я бы с радостью была благодарна насчет этого голоса что вы можете мне сказать список что нужно я могу вам передать его давайте так я попробую поговорить пока нас не пожалуйста думаю что происходит под навес под навес станьте это кто-то стрелял или что это было я не знаю похоже на петарды на какие-то говорите на петарды похоже это все да вот и как вроде тихо все откуда вот прям вот возле это возле сделаешь ли стоят петарды то взрывать пацан это не ты петарда сейчас кинул какие-то я если честно так задумался точно точно я я так задумался сильно что даже не слышал давайте мисс холл а чё нервничаешь винс они нервничают если что может вы составите мне компанию в данном деле хорошо если я буду здесь все еще и туда конечно я буду много благодарны если мы не успеем сегодня то видимо нам придется ехать завтра хорошо договорились я до что пока так мисс холл так пацан как звать джимми просить джимми не все живы коде также мы где-то был когда здесь был взрыв я неподалеку был честно я я так задумался сильно что я не слышал джимми ладно поверю тебе я обманывать не стану хорошо а чё заикаешься дай понятно веришь ему коде как еще раз тебя зовут джимми 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 это коди коди это джимми а ты кто с бородой мистер флейминг точно мы в мексике были вместе да 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 просто тот день она он меда отпечатался слишком глубоко я пойду надел еще мы следим за тобой джимми мисс макфи ну как мистер кстати говоря заходил к врачу вчера да а сегодня заболел может стоит чтобы тебя сейчас осмотрели менять нужно менять нужно повязки ты сколько раз менял сегодня уже нужно менять либо самому либо макфи иди к мисс макфи пойдем коди иди к мисс макфи ты хочешь у тебя ноги отрубили тогда иди к мисс макфи значит ты хочешь чтобы те ноги отрубили они начнут тебя гнить у тебя будут все фиолетовые оттуда будет сочиться как березовый сок гной иди к мисс макфи да у него енота покусали он не хочет обрабатывать рано и какого кори ты тут уже стоишь вперед и направо давай мистер флэминг можете его сопроводить пожалуйста он не ушел куда-нибудь спасибо ну что джеймс как дела короче испугался на эти петарды там взорвали дамы 4 до сих пор что-то как-то на на ухо видимо нам не отошло еще да нет ну я понял да 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 ну ладно сейчас пойду купить поесть попить это если ну мисс холта может поможешь в этом деле она не просил дамы си договорились что она мы помогу конечно а ну вот просто мы я тоже не один я да да конечно какая у меня в принципе без разницы кто из них выиграет и победит и так сказать этом соревновании просто хочу помочь туда ну да как бы мне тоже нет большой выгоды от того кто выиграет или проиграет вот вот у нас то вообще никак не касается ну да поэтому никакого этого ничего личного в общем у нее в этой помощи пойду водой выкуплю а чё тебя фляги не хорошая мысль их и пойду куплю флягу родит там в этом лагерь продается да 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 я вижу палаточный лагерь это там уже был да 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 спасибо как раз за письмом зайду если есть здравствуйте инстант барс ничего спасибо